Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Суть его сводится к тому, что человеку, который в данном случае пожелал остаться анонимным, ничего неинтересно. Невыносимо скучно и неинтересно жить по его же собственным словам. И, как мне кажется, сама по себе невыносимость, если можно так выразиться, бытия или невыносимость, если можно так выразиться, существование уже сама по себе является все же чувством. Да, чувством безусловно негативным, да, чувством безусловно таким разрушающим, нежелательным, но все же чувством, потому что если бы, честно не Богу, вообще-то было бы просто подавленное состояние. По поводу того, что, по поводу того, нормально ли это? Ну, здесь, пожалуй, надо сказать, что норму определяет сам человек, вот, в данном случае. Поэтому я бы сказал, что если бы жили так всю жизнь, допустим, то это одно, то это одно. Вот. А если вы почувствовали, вот, данное проявление, только недавно, да, или вот, ну, хотя бы там, какое-то время назад, то это, конечно, уже в большей степени может говорить не о норме или не норме, а о характерности или не характерности этого для вас. Поэтому я бы, я бы здесь в таком ключе бы рассматривал этот вопрос. Да, вам имеет смысл, как мне кажется, обратиться к врачу и, да, проверить свое, ну, физическое состояние, так скажем. Вот, убедиться, убедиться в том, что нет у вас, к примеру, никаких нарушений, вот, в, например, в обмене веществ, да, убедиться в том, что в этом смысле у вас все в порядке, вот, чтобы тогда уже в какой-то степени более уверенно обратиться, например, на психотерапию, вот, и поработать, соответственно, ну, вот, в этом направлении. Вот, если, конечно, вы этого хотите, если вы в этом, конечно же, заинтересованы. Вот, теперь, если мы говорим непосредственно про ваше состояние, да, то есть, если мы непосредственно говорим вот про то, что с вами происходит, то я бы в первую очередь, наверное, озвучил бы аспект того, что вы себя достаточно сильно обесцениваете, предъявляю к себе же, весьма высокие, как мне кажется, требования, вот, вследствие, вследствие чего у вас появляется достаточно столько ощущений, достаточно уверенно установка относительно помощи было, в целом, с вами что-то не так. Хотя, это может и не быть, на самом деле, таковым в реальности. Но вы сами о себе так вполне можете думать именно за все требования к, ну, вот, к вам. И, соответственно, как мне кажется, в первую очередь обратиться нужно именно к этому. Какие требования вы к себе предъявляете и что, в общем и целом, эти требования из себя представляют. То есть, ну, как они выглядят, например, что вы должны обязательно добиться успехов каких-то определенных вы обязательно должны. Что-то сделать вы обязательно должны, к примеру, что-то изобрести, ну, допустим. И так далее. То есть, вариантов здесь, как мне кажется, достаточно много и все они, эти варианты, не сказать, что вам напомню. Вот, там есть, ну, все варианты, они, именно, именно, вот, про то, что вы себя обеспечиваете, к сожалению. Поэтому с этим аспектом нужно работать. Вот. Следующий момент. Значит, ну, вам ничего не, не, не интересно. Пишите вы. Обычно такое происходит, когда человек привык, много чего себе подавлял. Вот. И тогда мне интересно. Ну, если человек себя не подавляет или если человек к себе относится более внимательно, более, ну, более, может быть, как-то вот щепетительно и так далее, то в этом случае жизнь становится гораздо интересно. Но вы, скорее всего, привыкли себя дергивать. Как-то вот, так скажем, принижать, прибивать к земле, если угодно. Именно тем, что, вот, вы, по вашему мнению, безперспективны и, по вашему мнению, ничего не добьете. Вот. Ну, здесь нужно выяснить. Вы говорите про свои интересы. То, как вы говорите про свои, про свои интересы. Что? Ну, здесь, конечно, вызывают, конечно, вопросы. Потому что ощущение, что вы себя, вот, сейчас, да, такое ощущение, что вы себя будете заставлять чем-то интересоваться. Ну, вот, ощущение, что вы будете пытаться себя принудить делать то, что вам может быть интересно. Но, правда в том, что работает это несколько не так. Работает это по-другому. Работает это таким образом, что вы учитесь слушать себя. Вы учитесь прислушиваться к себе, к тому, что происходит внутри вас. И, значит, обучаясь вниманию к себе, вы просто выражаете во внешний мир то, что является вашей природой, вашей сутью. И это не простой перебор возможных увлечений. Хотя, такое и тоже может быть. Но это все-таки больше, именно, некий, такой акцент на вас, на том, что вам нужно. На том, что вы хотите. Вашего текста не совсем, к сожалению, понятно, мужчина вы или женщина. Другая книга, конечно, несколько лучше, если бы мы понимали, с кем имеем дело, потому что имеют место быть определенные особенности и нюансы в этом смысле. Для женщин характерно и справедливо одно, для мужчин характерно и справедливо другое. Но, тем не менее, ситуация от этого меняется не кардинально. Если бы вы сейчас не видите для себя смысла жизни, то, да, может быть такая история, что у вас экзистенциальный кризис. А может быть и вам нужно помочь этот экзистенциальный кризис решить. Ну, а может быть вы попросту не привыкли к себе прислушиваться и полностью, если не сказать больше, себя обесценивать. Теперь требуйте от себя, вот, чего-то хотеть. А сделать это непросто, когда себя не слышишь, вот, понимаете, да? Поэтому, сейчас вы, ну, вот, в какой-то степени действуете так же, как и всегда. Несмотря на то, что вроде бы вы проблему понимаете, видите и пытаетесь как-то ее начать решать. Но действуете вы по-прежнему в той же парадигме. Я не пытаюсь вас сейчас обвинить в чем-либо, ни в коем случае. Я просто больше говорю именно про то, как обстоят дела, вот, и про то, что можно с этим сделать. Многое зависит от вашего желания, вот, и многое зависит от вашего видения мира. То есть, условно говоря, значимость низкооплачиваемой и без перспективной, по вашему мнению, работы может быть значительно меньше. Если вы придаете смысла и значения в своей работе, если так получается, что значение и смысла вы со своей работе не придаете, то и, будь она более оплачиваемой, будь она перспективной, все равно бы вы переживали по поводу недостаточности. Какие-то из, эм, эм, характеристик. И, соответственно, эм, соответственно, эм, так же, были бы недовольны. Поэтому на одних таких вот формализованных критериях работы далеко уехать не получится. Потому что мы, эм, э, вот, так или иначе, э, сталкиваемся с ситуацией, когда, вроде бы, э, все критерии, соответствуют, вроде бы, э, все как, э, нам, э, нам, э, хочется. Вот. Но все равно чего-то не хватает. Все равно как будто бы чего-то недостаточно. Я думаю, что у вас такое было. И, если честно, я думаю, что как-то в глубине души вы знаете, возможно, что именно это с вами произойдет. А если вы, ну, условно говоря, будете достигать, да, то есть как-то, мне кажется, именно это вы, в принципе, знаете, и именно это вас в какой-то степени... А, ну, напрягает, да, именно это вас в какой-то степени. Также демотивирует. Вот. Ну, это, э, мое, мое мнение в данном, э, в данном, э, случае. Я вам не пытаюсь и не хочу, э, э, чего-либо навязывать. Вот. Просто пытаюсь, э, показать вам, э, как, 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 ну, как бывает. Вот. С точки зрения, например, той же психологии, да. Вот. Ну, бывает такие вот ситуации. Бывает такой вот расклад. И вам, э, с одной стороны, необходимо, э, проверить, э, свое здоровье, э, вот, чтобы исключить, э, физиологический, э, э, для того, чтобы, э, разобраться в себе и, э, выйти из вот этого состояния, э, которое вас тяготит. Это, которое вы, которое вам, э, э, не нравится. Вот. Кстати, совершенно, э, естественные и, э, нормально, что вам оно не нравится. Это очень даже хорошо, что вам оно не нравится. Потому что у вас есть, э, таким образом, э, стимул к тому, чтобы двигаться дальше. А вот это все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Э, э, желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Удачи. Удачи.